Почти 20 лет в ногу с гигантом уральской металлургии. Шадринский автоагрегатный завод своими достижениями отмечает 20-летие компании УГМК, в которую входит почти с ее основания. С 1999 года Курганская область получила эффективного собственника, преследующего не только интересы своего бизнеса. Заботу УГМК о социально-экономическом развитии региона, увеличении налоговых платежей в местный бюджет вряд ли можно переоценить. Ежегодно ШААС направляет более 50 миллионов рублей на реализацию социальных программ. Это медицинское оздоровление работников предприятия, помощь нашим ветеранам, это социально-экономические и спортивные мероприятия, благотворительная помощь. Также мы ведем активную работу с нашими подшипными школами по организации инженерных классов с целью подготовки будущих специалистов для нашего предприятия. О благотворительных проектах предприятия, реализованных совместно с УГМК и правительством Курганской области, за последние четыре года знают доподлинно, конечно, не все зауральцы, но зато многие пользуются их результатами и еще будут пользоваться. Подарком городу стала реконструкция стадиона «Торпеда» и капитальный ремонт Дворца культуры. В сентябре 2017 года в селе Печано-Товолжанском Шадринского района освящен свято-троицкий храм, построенный по инициативе на средства Уральской гонотургической компании. В 2018 году за счет средств Уральской гонотургической компании отремонтирована школа в селе Печано-Товолжанском. Сельская школа не только отремонтирована за счет средств УГМК, но и оборудована новой мебелью и необходимым школьным инвентарем. В текущем году в этом же селе отремонтирован клуб и памятник воинам, погибшим в Великой Отечественной войне. Появление в городе Шадринске филиала Екатеринбургского центра микрохирургии глаза также является заслугой УГМК и непосредственно Шадринского автоагрегатного завода. К одному из наиболее масштабных проектов гендиректор Шааза относит и реконструкцию набережной и сети в пределах города. За счет средств компании был разработан проект, возведена новая база МЧС. В дальнейшем строительство будет проводиться за счет федеральных средств, так как город выиграл грант. За счет оставшихся средств, запланированных для строительства набережной, в настоящее время идет ремонт пешеходной зоны на улице Комсомольской и планируется ремонт и благоустройство улицы Орджоникидзе в пределах предзаводской территории. Ее реконструкцию намерены начать уже весной 2020 года. Это организация парковочных мест под автомобили для работников завода, благоустройство проходных, ну это новое асфальтовое покрытие по улице Орджоникидзе, ну еще ряд мероприятий, которые сейчас мы разрабатываем и также будем предлагать для согласования с администрацией города Шадринска и руководством РАСК и гранатургической компании. Ремонт, начатый в Свято-Николаевском храме два года назад, продолжается и сегодня. Закончится он, по словам Андрея Попова, как и планировалось в следующем году. В этом же году должно закончиться строительство ледовой арены, которая сегодня ведется совместно с правительством Курганской области. Но главным для Шадринского автоагрегатного завода всегда остается производственный процесс, от успехов которого зависят, кстати, и масштабы социальной помощи городу-району. И в этом плане у предприятия уже начаты серьезные нововведения. Идет реализация нового проекта по производству погрузочно-доставочных машин и шахтовых самосвалов. Проект рассчитан на пять ближайших лет. В этом году мы должны выпустить 6 погрузочно-доставочных машин грузоподъемностью 10 тонн. На следующий год у нас планируется выпуск 10 машин. Это грузоподъемность 10 тонн и 14 тонн. Далее по годам у нас тут погрузочно-доставочная машина грузоподъемность 17 тонн и шахтные самосвалы 30-40 тонн. То есть полностью линейку шахно-техники, которую нам необходимо, мы планируем освоить до 2023 года. Пока эти машины изготавливаются на территории цеха модернизации тепловозов. Но уже в следующем году начнутся работы по возведению нового здания, где производство погрузочных машин и самосвалов будет происходить автономно. Выход нового производства на запланированную мощность позволит создать порядка 200 новых рабочих мест и выпускать около 50 машин в год. В 2021 году крупнейшее предприятие города будет отмечать грандиозный 80-летний юбилей. А потому уже со следующего года завод приступит к подготовке праздника. Это будет касаться и благоустройства территории, это и праздничные мероприятия будем уже заранее готовить, и в том числе и подарки для заводчан и ветеранов.